В Подмосковье строится более 20 дорожных объектов. В Подмосковье активно идет дорожное строительство. Одновременно строится 17 автомобильных дорог, 4 путепровода и мост, сообщил во время рабочей встречи с губернатором Андреем Воробьевым зампред областного правительства Игорь Трисков. Многие из этих строительных проектов завершатся уже в этом году. Особенно богатой будет на дорожное открытие осень. В сентябре должны пустить движение по двум долгожданным путепроводам в Рютове и Балашихе. Оба объекта введут автомобильное движение от одноровневого пересечения с железной дорогой, и оба так или иначе повлияют на ситуацию на Горьковском и на Савихинском шоссе. С открытием переезда в пробок на этих магистралях станет меньше. При этом есть понимание, что одними путепроводами заторы здесь не развяжешь. Поэтому прорабатываем также проекты реконструкции Горьковского и на Савихинского шоссе, подчеркнул Трисков. Москва проложит 64 дороги к областным садовым товариществам. В сентябре же завершится строительство многоуровневой развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. Реконструкция этого объекта идет в три этапа. На первом построили путепровод на Волоколамке, что уже сократило пробки. На втором и третьем этапах появится еще один путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, надземный пешеходный переход через Ильинку, мост над рекой и разворотная эстакада на столичной территории Волоколамского шоссе. А к концу года на реконструированном участке планируется начать пилотный проект по автоматическому регулированию движения, в рамках которого на Волоколамке поставят умные светофоры, самостоятельно переключающие сигналы в зависимости от текущей загруженности дорог. После этого, считают власти, с пробками на Волоколамском шоссе будет покончено. В ноябре будет сдан мост через Клизьму в городском округе Щелково. Он свяжет две части города и уведет из центра транзитный грузовой транспорт, которому сейчас просто некуда деться. На новом мосту протяженностью 860 метров будет две полосы движения. Осень в Подмосковье будет богатой на дорожные открытия. И в этом году мы проектируем очень важные инфраструктурные объекты в разных городах Подмосковья. Прежде всего, новый мост через Москву реку Воскресенске, отметил Андрей Воробьев. Старый мост в прошлом году пришел в аварийное состояние, но его подремонтируют и оставят открытым для проезда легковых автомобилей, чтобы жителям округа не приходилось нарезать круги по объездным дорогам. А новый мост будет построен в 2021 году. Он кроме связки двух частей округа обеспечит еще и альтернативный выезд транспорта на Новоризанское шоссе и Московское Большое кольцо. Еще один вопрос, обсуждаемый на этой рабочей встрече, касался строительства путепровода в Дедовске. Еще в 2016 году у меня состоялась встреча с жителями Дедовска. Они попросили решить проблему, которая существует многие десятилетия, выезд из города. На какой стадии работ находится строящийся путепровод, поинтересовался губернатор. Трескав ответил, что путепровод должен открыться к середине 2020 года.